Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Это видео для психологов, психофизиологов. Этот файл был подготовлен не мной, а моей коллегой, моей подчиненной молодой девушкой. Она психолог по образованию с уклоном в психофизиологию. Очень толковая такая девушка молодая. Я попросил ее подготовить нечто подобное. И она это подготовила. Буквально несколько десятков минут назад она мне прислала этот файл по электронной почте. Работа была проделана достаточно большая по сбору информации. Занималась она этим порядка двух или трех дней после Нового года. Сегодня у нас 08.01.2021 и соответственно она мне прислала этот файл. И я, получив его поздно вечером, а времени уже 2 часа 40 минут на моем компьютере ночи, сразу выделил несколько ошибок. То есть ее файл подготовленный и сразу же решил записать вам видео. И хотел изначально просто выложить файл без подчеркивания мной допущенных ее ошибок. Но тем не менее, решил не усложнять вам задачу, а помочь вам. Вот вообще этот файл подготовлен для тех лиц, тех коллег, которые работают с функциональными пробами ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция, СЗМР, сложная зрительно-моторная реакция и реакция на движущийся объект РДО. Кроме того, мы этот файл, эту информацию отчасти используем в создании наших аудиофабул. Понятно, что три основных категории аудиофабул. Это частота, это первое, второе это амплитуда и третье это децибелы. Так вот, из чего состоят наши аудиофабулы? В одном из критериев создания этих аудиофабул присутствует частота. И вот эта частота, она характеризуется прежде всего продолжительностью, то есть длительностью, временной какой-то составляющей. И вот для того, чтобы понимать, как мы создаем эти аудиофабулы с их амплитудами, с их частотами и децибелами, мы тоже используем вот эту самую информацию. Ну и возвращаясь на шаг назад, выделенные мною слова и цифры, вот красная, допустим, продолжительность маха, это ошибки, допущенные моей коллегой, которая, готовя этот файл, допустила вот эти самые ошибки. Тут должно быть написано не продолжительность, а частота и так далее. Кроме того, она вот так вот написала очень смело в когнитивной психологии. Одним словом, посмотрите, вот запаузите этот файлик, прямо вот я сейчас его остановлю, вот запаузите его, посмотрите те ошибки, которые допустила моя коллега. И если вы что-то напишите в комментариях к этому видео, будет очень здорово и полезно всем нам, всем нашим коллегам, кто смотрит и интересуется на нашем YouTube-канале нашими видео. Здесь, красным еще раз подчеркну, выделены те ошибки, которые были допущены специалистам, психологам. Молодой, интересной, умной девушкой. На этом, наверное, все. Да, ну подчеркну еще раз, что попросил я ее это сделать, для именно понимания вами, уважаемые коллеги, вот этих самых показателей, которые вы видите в результатах, получаемых благодаря использованию наших программных средств. А именно четырех вот этих самых методик. ПЗМР, СЗМР и РДО, которые мы поставляем многим предприятиям, многим клиникам, психологическим центрам и так далее. И вот, чтобы вы понимали, на что мы опираемся в расчетах по миллисекундам, сколько и что это занимает, что это такое миллисекунды, можете, конечно, еще погуглить, я рекомендую это сделать, посмотреть в интернете, почитать специальную литературу, ну хотя бы вот в этом файле вы можете представить себе, о чем идет речь. Очень интересно науку, очень интересная, поэтому вот смотрите, изучайте, читайте. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!